Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Продолжим наш разговор про имена с неизменяемым окончанием, несклоняемые имена. Мы дошли до третьего вида – من Это منشارتيد – условное имя من То есть من, которое указывает на условия условное предложение и ответное действие условия на ответное предложение для условного предложения. Условное имя من отличается от двух предыдущих Тем, что она ставит в состояние джазом усечённое в состоянии два глагола فعل شرتي – то есть глагол, обозначающий условие условное действие то есть действие, которое является условием для другого ответного действия и جواب شرتي – глагол, обозначающий действие, которое является ответным действием на условное действие Например, مَيَجْجِ تَهِدْ يَنْجَح Кто будет усердствовать, достигнет успеха Значит, усердие – это условие а успех – его результат и его следствие Приведем пример из Корана Кто станет творить зло, или кто творит зло, тот получит за него воздаяние Так, من здесь – это اسم شرتي – условное имя يجزم فعلين – ставит в состояние الجزم в усечённое состояние два глагола как мы уже сказали ألاول – первый – это فعل شرتي Первый – это глагол, обозначающий условие то есть действие, являющееся условием для другого ответного действия والثاني – второй – это جواب هو جزاو а второй глагол – это ответ – ответное действие Следствие первого глагола то есть обозначаемого им условного действия То есть совершение зла – это условие, причина а воздаяние за него – это ответное действие Следствие Значит, من у нас – это اسم شرتي مبني على سكونا с неизменяемым окончанием – سكونا на конце في محلل رفعن на месте падежа – رف именительного падежа مبتدون – подлежащее именного предложения А все условные предложения, состоящие из двух предложений это يعمل، سوآ и يجزبه все это – الجملة الشرتيت من فعل شرتي و جواب الشرتي все это будет خبر المبتدين сказуемым подлежащего نرفي هايذه الجملة أن من جزم فعلين Мы видим в этом предложении как условное имя من поставило в состояние جزم в усеченное состояние два глагола الأول Первый – يعمل Первый – يعمل Мы говорим يعمل مجزومن بمان Глагол يعمل поставлен условным именем من в состояние جزم в усеченное состояние وعلمة جزمي – признак состояния جزم в этом глаголе سكونا آخرية سكونا на его конце то есть سكونا буквой لان а точнее сказать удаление огласовки на конце этого глагола ведь изначально было يعمل с домой на конце которую и удалили по причине вот этого имени من второй глагол поставлен в состояние جزم это у нас глагол يجزم مجزومن بمان тоже поставлен в усеченное состояние условным именем من وعلمة جزمي – признак جزم усеченного состояния здесь это حذف وحرف الالتي في آخرية удаление слабого бука на его конце وحوال ألف а именно удаление алифа на конце والفتحة تقبلها دليلن عليها фатха, которая осталась после удаления алифа указывает на нее, на то, что здесь был алиф ведь ему соответствует только огласовку фатха в основе была يجزم с алифом в буквы в виде я или в форме я на конце которую по причине من мы и удалили значит в этом примере условное имя من у нас было на месте паджаров именительного паджа как моптада подлежащее именного предложения в разборе сур 30 джуза мы более подробно поговорили об этой теме проведя детальный грамматический разбор подобных примеров то же самое можно сказать и, например, про два примера суры аз-зальзаля فما يعمل مثقال ذررطن خيرا يرا من يعمل يرا в основе было يرا как и يجزا другой пример, где من является прямым дополнением مفعول به это مَا يَهْدِ اللَّهُ فَهُولْ مُهْتَدِي Кого Аллах наставит на прямой путь тот идущий прямым путем здесь у нас من тоже اسم شرطن условное имя يَجزِزِمُ فِعَلَيْنِ ставит два глагола в состояние جزم и так далее не будем все это повторять не будем повторять сказанное чуть выше скажем лишь, что يَهْدِي это у нас فِعَلَيْ شرطن условный глагол это первый глагол مَجزُمُن بِمَن поставлено именем مَن в состояние جزم وَعَلَامُتُ جزمِي признак جزма здесь حَذَذْفُ حَرْفِ الْعَلَّةُ удаление слабой буквы وَهُولْ يَوْ أَيْمِنَ بُقْوْ يَا وَالْكَسْرَ تُقَبْلَهَا касра, оставившаяся после удаления يَا, دَلِيلٌ عَلَيْهُ указан на нее то есть на то, что здесь была буква يَا وَجَوَابُ شرطن ответ на ее условие ответ условие здесь выражен именным предложением هُوَ الْمُحْتَدِي أَلْجُمْلَةُ الْإِسْمِي أَمِن الْمُحْتَدَي وَالْخَبْرِ состоящим из подлежащего и сказуемого وَلِذَا دَخُلَتْ عَلَيْهَ الْفَا из-за чего здесь в начале ответного предложения имеется حَرْفَ فَهُوَ كَعَلَامُتٍ عَلَى أَنَّهَ جَوَابُ شَرْطن как признак указывающий на то, что это именное предложение является ответным предложением глагола يَهْدِي إِذَنْ كُلُّنْ مِنْ مَنْ وَيَهْدِي عَمِلٍ وَمَعْمُولٍ فِي نَفْسِلْوَقْ значит, каждое из этих двух слов одновременно является и عَمِلًا и معمولًا то есть фактором, воздействующим на окончание другого слова а также поддействуемым или, скажем, управляемым словом для другого так, مَن у нас воздействует на окончание слова глагола يَهْدِي поставив его в состояние جَزم а يَهْدِي в свою очередь и поставил имя من в состояние винительной поддержи исходя из того что он أَمَافْعُولِمْ بِهِ عَلَّهُ عَلَمٍ